Доброе утро, дорогие телезрители! Куча интересных гостей и очень интересные темы, а в конце даже споем, так что не переключайтесь. Также хотим напомнить, что в прямом эфире работает номер WhatsApp 8-914-279-2262. По этому номеру вы можете задать вопрос нашим гостям, либо отправить какие-нибудь поздравления своим родственникам, близким, родным, либо просто какие-нибудь пожелания, и мы обязательно зачитаем их в прямом эфире. Что ж, и традиционно мы начинаем нашу передачу с прогноза погоды. Давайте узнаем. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 6 часов утра центральные улусы минус 19, минус 21, днем минус 18. Заречья минус 21, минус 35, днем минус 20, минус 35. Южные улусы минус 17, минус 19, днем минус 16, минус 18. Вилюйские улусы минус 21, минус 22, днем ожидается минус 17, минус 21. Нижнеленские улусы минус 19, минус 22, днем почти так же минус 19, минус 20. Западные улусы минус 16, минус 20, днем ожидается минус 14, минус 19. Колымо-Индигирские улусы минус 4, минус 24, днем минус 3, минус 22. Янские улусы минус 16, минус 18, днем минус 15, минус 23. Северо-западные улусы минус 14, минус 24, днем ожидается минус 13, минус 22. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 21 градусов. Атмосферное давление 756 миллиметров от одного столба. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду, а днем у нас ожидается минус 18, минус 20 градусов. Ну что ж, дорогие телезрители, заряжайтесь энергией, просыпайтесь, готовьте завтрак и, конечно же, смотрите наш канал. А далее мы хотели бы передать слово нашим коллегам из информационной службы новостей. Утренний эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Мехедов. Здравствуйте. На выплаты медикам за борьбу с COVID-19 выделят 10 миллиардов рублей. В проекте распоряжения правительства России поясняют, что средства предусмотрены на осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам медорганизаций, оказывающим помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с этим диагнозом. Ранее сообщалось, что выплаты всем работникам, которые оказывают помощь больным коронавирусом, продлены до конца следующего года. Также в проекте распоряжения правительства указан средний размер выплаты за рождение первенца. В среднем по России в текущем году это 11 882 рубля в месяц. Средства получили свыше 900 тысяч семей. Всего на выплаты за рождение первенца в федеральном бюджете на этот год предусмотрено порядка 126 миллиардов. Кроме того, Роструд будет автоматически контролировать выплаты на первенства в регионах. Напомним, средства выплачивают до достижения ребенком трехлетнего возраста. Размер данной выплаты равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в конкретном регионе за второй квартал предшествующего года. Пенсионерам с Крайнего Севера могут расширить возможности отдыха. Пожилые люди смогут получить компенсацию расходов на оплату стоимости проезда по России к месту отдыха и обратно. Законопроект об этом планируют обсудить перед вторым чтением в Госдуме. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией законопроекта, будет осуществляться за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда России на указанные цели. Федеральное агентство по недропользованию назначило на 19 января три аукциона по нефтегазовым участкам, расположенным в республике. Совокупные прогнозные ресурсы и месторождений только по газу составляют 350 миллиардов кубометров, отмечается в сообщении. Так, ресурсный потенциал участка Северный, расположенного на территории Жиганского, Кобяйского, Вилюйского и Верхневилюйского районов республики, порядка 170 миллиардов кубометров газа. Южный участок с прогнозными ресурсами более 170 миллиардов кубометров газа находится на территориях двух районов – Вилюйского и Верхневилюйского, а на участке в Усть-Майском районе локализовано 3 миллиона тонн нефти. Лицензии на изучение, разведку и добычу сырья по всем участкам выдаются на 25 лет. А весной планируют провести повторный мониторинг численности белых медведей на севере Якутии. Напомним, в середине октября в Нижнеколымском районе проведен первый авиамониторинг популяции белых медведей на территории заповедника Медвежьи острова. За время облета зафиксированы 22 взрослых медведя. Таким образом, с 2005 года численность популяции не изменилась, отмечают в Институте биологических проблем криолитзоны. Поэтому этому способствует режим охраны, введенный ранее в отношении популяции. Мониторинг планируют повторить весной, чтобы проверить рождаемость и провести учет берлог. Сегодня в Якутии в восьмой раз стартовала акция Stop Vich Speed. В текущем году акция приурочена ко Всемирному дню борьбы со СПИДом и продлится до 1 декабря. Главная задача акции – донести до каждого правильную и полную информацию об основных мерах профилактики заболевания, методах своевременной диагностики, инфицирования и последствиях в случае его развития. Нам важно, чтобы не только среди населения поднять, а о том, что в группе риска находятся все. Даже сам путь передачи говорит о том, что в группе риски все. И как и медицинские, получается, фактор, он не исключение. Мы не можем гарантировать в республике сказать, что у нас-то этого не будет. Или кто-то может сказать, что я-то этим не он, партнер его или ее, и так далее, вполне может. Поэтому лучше знать свой ВИЧ-статус и спокойно, как говорится, жить дальше. Мы следим за развитием событий. Берегите себя, а не забывайте носить маску. Удачного дня! Ну что ж, спасибо большое нашим коллегам из информационной службы новостей. Мы идем далее. У нас есть также свои новости. Что ж, сегодня, 26 ноября, отмечается День сапожника. Обувь – один из главных показателей вкуса, стиля и статуса человека. Даже при экономии на любых предметах гардероба, туфли, ботинки и сапоги должны быть качественными и красивыми. Также многие предпочитают шить ее на заказ. В нашем регионе это особенно актуально, так как мы шьем на заказ наши фирменные якутские унты – обувь, которая защищает нас от наших морозов. Что ж, идем далее. Также сегодня отмечается Всемирный день информации. Что ж, кто владеет информацией, тот владеет всем миром. Всем известна эта фраза, а фраза эта принадлежит Натану Рошельду. Можно, действительно, можно предотвратить войну, подготовиться к всевозможному стихийному бедствию, предотвратить крупные аварии или купить бизнес-ланч по акции. Все это ты можешь, узнав про информацию. Идем далее. И третья наша новость – это сегодня в Соединенных Штатах Америки отмечается День Благодарения. Североамериканский праздник, который отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвертый четверг ноября в США, что выпадает на этот день. Сегодня в этот день принято благодарить за все хорошее, что произошло в жизни. На самом деле это очень хорошо и правильно отмечать хорошее и быть благодарным. А для индейок сегодня наступают темные деньки, потому что каждая американская семья, которая чтит эти традиции испокон веков, сегодня фарширует эту индейку и его запекает. И, конечно же, все за семейным ужином его употребляют. Что ж, дальше мы хотели бы вам рассказать, что нас ожидает на сегодня только в плане гороскопа. Верите вы или нет, это ваше право, но послушать стоит. Овин. День, когда вам наверняка пригодятся предусмотрительность и осторожность. Телец. Придется потрудиться, чтобы добиться успеха в делах. Легких побед день не обещает. Близнецы. Насыщенный день, полный разнообразных дел. К задачам, которыми вы планировали заняться, добавятся еще новые, совершенно неожиданные. Рак. Вряд ли удастся совершенно избежать трудностей, но в целом день сложится неплохо. По возможности избегайте конфликтов на работе и дома. Лев. Благоприятный день. Он дает шанс решить старые проблемы и какие-то вопросы, в последнее время не дававшие вам покоя. Дева. Беспокойный день. Он приносит много неожиданных событий и удивляет странными совпадениями. Весы. Подходящий день для важных разговоров. Можно обсуждать вопросы и делового, и личного характера. Скорпион. Стоит быть внимательнее в решении финансовых вопросов. Вы рискуете заключить неудачные сделки или потратить деньги на то, без чего легко могли бы обойтись. Стрелец. Начало дня благоприятствует новым перспективам, карьерному продвижению. Благоприятное время наступит и для тех, кто имеет удаленную работу. Безработные стрельцы имеют все шансы найти работу по душе. Козирог. Вы сегодня будете нуждаться в общении. И независимо от того, в коллективе или в кругу близких людей, вам будет важно, чтобы вас выслушали и поняли. Водолей. В начале дня вряд ли удастся избежать трудностей. Сами по себе они не так уж и серьезны, но вы переживаете из-за пустяков. Вторая половина дня будет удачнее. Рыбы. День проходит спокойно и приятно. Он не обещает головокружительных успехов и серьезных побед, зато дает возможность решить проблемы, которые в последнее время вас беспокоили. Ну вот такой вот гороскоп ожидает нас на сегодня. Пришло одно сообщение, поздравление, давайте зачитаем. Здравствуйте, дорогую и любимую племянницу Зою поздравляем с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, успехов в учебе. С счастливого детства. Расти умной девочкой на радость маме, папе, бабушке, деду. С наилучшими пожеланиями родные Смегина Конголасского, Улуса, Сросолода, Антонина, Константин Яковлеву. Мы присоединяемся к этим поздравлениям и желаем этой девочке действительно счастливой, радостной детской жизни. Что ж, далее мы хотели бы напомнить, что мы сделали приложение НВК Саха, по которому вы можете смотреть наши сюжеты, записи и общение, конечно же. Если вы торопитесь на работу, нет времени смотреть по телевизору, можете просто закачать это приложение и смотреть онлайн. Что ж, идем далее, и у нас реклама. «Черная пятница» в салонах «Торнадо» с 21 по 30 ноября. Сумасшедшие скидки на роскошные шубы, дубленки, парки и пуховики. «Торнадо» – все лучшее для вас. Пришло время платить налоги? Не теряйте время в очередях. Скачайте приложение «Налоги.ФЛ». Проверьте в личном кабинете перечень имущества и уплатите налоги из дома. Срок уплаты имущественных налогов не позднее 1 декабря. Продолжение следует... Ну что ж, а мы идем. И сейчас, продолжая мою традицию, я вам покажу лайфхак. Сегодняшний лайфхак у нас относится к шуруповерту. Мы будем ею пользоваться не традиционно, там что-то сверлить, либо закручивать, а придумаем... Ну, то есть я подсмотрел в интернете, как ею еще можно пользоваться. Что ж, в прошлый раз у меня лайфхак относился к пластиковым бутылкам. И завершая, закольцовывая эту тему, я бы хотел показать один лайфхак. В случае, если у вас есть дрель, да, и вы хотите просверлить отверстие на потолке, либо на стене, вы можете взять такую вот... отрезать себе такой кусок с пластиковой бутылки, сделать здесь отверстие, да, видно, нет? Вот, посмотрите. Да. Сюда просовываем биту и начинаем сверлить. В этом случае, например, вся стружка там и все подобное, пыль, упадет прямо сюда, в нашу ячейку, и, соответственно, вы не будете дышать пылью. Что ж, идем далее. Я бы хотел еще напомнить, что бывают такие случаи, когда нужно прочистить кроссовки, например, если вы бегаете на улице, да, и они, конечно же, становятся супергрязными. В этом случае вы можете отрезать, вот так вот, смотрите, отрезать, как угодно. Можно отрезать старую зубную щетку, засверлить туда саморез, потом, получается, закрепить ее на шуруповерт. Сейчас я вам их покажу. Засверлить. И в этом случае вы уже можете спокойно его прочищать. Да. Вот так вот. И ваши кроссовки будут такими же белыми и чистыми, как мои кроссовки. Что ж, идем далее. И переходим в ванну, например. И в ванной, допустим, часто бывает такое, что между кафелью прям вот эта белая полоса становится суперчерной, и вам нужно ее прочистить. В этом случае вы берете просто, съедаете банку огурцов, и вот крышечку используете для нашего лайфхака. Делаете отверстие, просовываете туда болт, крепите гайкой, потом далее вам нужен будет вот такой вот пистолетик для горячего клея, как называется, да. Замазываем здесь и берем губку и приклеиваем его сюда вот так вот, или вот так вот, например, да. Потом его, ну да, средство какое-нибудь туда положить. Опять же, надо будет закрепить на шуруповерт. И вот, можете легко воспользоваться и прочистить все ваши стены или полы. Вот. Да, и на самом деле ничего такого не нужно покупать специального. Все это можно сделать дома под рукой. Ну и в конце я бы хотел показать один смешной, как мне показалось, лайфхак, который могут использовать, наверное, какие-нибудь супер ловеласы, я бы сказал. Случилось такое, что вам нужно срочно на свидание, а у вас грязные носки, вы только их помыли. Вот. В этом случае вы берете шуруповерт. Вот. Это вешалка бывшая. Здесь просто убираете, да, вот этот крючок. И все, смотрите. Опа, опа. И наши носки высохнут. Я не знаю, действенно это или нет, но, в общем, это ваше право. Что ж, идем дальше. И у нас уже первый гость. Доброе утро. Доброе утро, Максим. И мы будем говорить на тему форум новаторства. У нас в гостях Иван Васильевич Степанов, программный директор точки кипения города Якутска, директор индустрии будущего. Доброе утро. Доброе утро, Максим. Ну что ж, расскажи немножко, да, это уже шестой форум. Ну, многие знают, но кто-то, возможно, не знает. Расскажи немного про форум новаторства. Да, мы этот форум затеяли в 2015 году, и с этого года мы уже в шестой раз проводим. И каждый год форум проходит по определенной теме, ключевой такой теме, вокруг которой происходит обсуждение, встречаются люди, думают о том, что же такого нового можно привнести в нашу повседневную жизнь, глобально в смысле, в каком-нибудь таком практическом смысле, да, этого слова. И в этом году мы форум посвятили новым смыслам и парадигмам развития территорий. Мы очень радеем за то место, где мы живем, там, где мы работаем, там мы занимаемся своими делами. И вообще хотелось бы, чтобы наша республика была прогрессивной. И на этой площадке мы встречаемся с теми людьми, которые имеют какие-то такие новые взгляды на жизнь, да. Это могут быть представители разных организаций, это могут быть простые граждане, это может быть молодежь, это может быть старшее поколение. И те телезрители, которые сейчас смотрят, слушают, да, могут к нам присоединиться. И мы всегда рады новаторским идеям, таким проектам, которые могут сделать нашу республику прогрессивной. А скажите, Иван, как вы видите развитие нашей республики именно? Вот в чем, в каких аспектах его можно развить? Вообще надо понимать то, что развитие, это же такой достаточно сложный, непростой процесс. Ну, он бывает многогранным. А в нашем случае те люди, которые имеют желание что-то привнести новое, да, они всегда могут найти что-то, сделать такое, чтобы действительно наша республика была развита. Не обязательно вот нужно делать какие-то серьезные вещи, да? А можно просто вот выйти на улицу своего населенного пункта, пусть это будет город, пусть это будет село, и подумать, что же можно здесь делать, да? Какой-то инженер подумает, там, какое-то решение привнести. Кто-то человек из социальной сферы может реализовать какой-нибудь социальный проект. Вот, поэтому наша республика зависит от людей, от их идей, и мы видим то, что сейчас, ну, мы все чувствуем, испытываем, как жизнь меняется, да? И мы это уже чувствовали еще тогда, в 2013-2014 году. Когда мы были молоды. Да, когда мы были молоды, мы всегда задумывались, и что же нужно сделать. Мы же видим, как двигается мир, как развивается, да, как идет время. И мы очень такое интересное время живем, на самом деле. Да, если, ну, позволите, немножечко историю расскажу. Допустим, сейчас 2020 год. Сто лет тому назад, в 1920 году, в Якутии происходили большущие изменения. Жители Якутии, они жили в Валасах, да, в полянах, а потом их стали собирать. Коллективизация, индустриализация. Сейчас происходит цифровизация и много других глобальных таких процессов. И в этих изменениях нам нужно действительно, ну, менять свою парадигму жизни. То, во что мы верили, вот оно сейчас, ну, то, что мы привыкли использовать в последневной жизни, оно меньше становится эффективным или как-то используется. Поэтому через этот форум каждый год мы приходим вместе с нашими единомышленниками и с теми, с кем мы работаем, с партнерскими и дружественными организациями, обсуждаем, как же вот привнести нового. А вот благодаря этой программе, да, что ввелось? Что есть уже, которое в жизни можно ощутить? Ну, смотрите, наша организация, да, она индустрия будущего, автономная некоммерческая организация, занимается многими разными проектами, да, реализовывает их. И если сейчас говорить про территории, то мы совместно с сельчанами нашей республики разработали такую инициативу, которая называется «Новая модель села». И это вот достаточно серьезная разработка, уже реализованы там ряд проектов, например, образовательная производственная площадка на базе одного из сельскохозяйственных производственных кооперативов республики. Также мы запустили первопилотное пространство по типу «Точки пения», да, называется «Сайды», переводится как «Развитие». И вот такие проекты, они возникают. И по всей республике очень много людей, которые интересуются тем, чем мы занимаемся, и предлагают свои разные-разные идеи. Например, вот одно из последних таких событий – это мероприятие «Кид Скилз», хочется отметить. И по всей республике более 300 тысяч детей приняли участие в профессиях. Иван, мало совсем времени осталось. В этом году как будет проходить форум? В этом году форум проходит онлайн, два дня, он межрегиональный. На базе сети «Точки пения» будут проходить форумы, и каждый желающий может принять участие. И вы можете нас найти в инстаграме, профиль «Точки пения», либо «Индустрия будущего», и там есть вся информация для того, чтобы стать частью форума. Вань, спасибо большое за информацию. Обязательно, зрители, следите за инстаграмом и вообще за этим форумом «Новаторство». Что ж, идем далее. Пока коронавирус шагает по планете, мы сидим дома. И подчас некоторые не знают, что делать. А на самом деле это замечательное время для того, чтобы найти какое-нибудь свое хобби. Как, например, наши коллеги, Карина Семенова и Ларина Сукуева, они вышивают. А также актер русского драм-театра Евгений Золотуев, как вы подумали бы, он собирает коллекцию динозавров. А его коллега по цеху Елена Сулак фотографирует. Смотрим. «Я люблю фотографировать и делаю это в любое свободное время», – сходу заявляет мне Елена Сулак, актриса русского драм-театра. Ей нравится останавливать мгновения жизни и оставлять их на памяти в виде фотографий. Ведь она уверена, что в каждом бумажном или электронном отпечатке есть кусочек времени, который навсегда останется в том виде, в котором вы его видели. И это просто удивительно. Самой моей маленькой модели был всего один день. Самому моему тяжелому малышу он весил аж 7 килограмм. Он у меня не помещался ни в одну корзинку. Да, Елена в основном снимает новорожденных. И общаясь с ними через фотографию, она называет это занятие своей отдушиной, медитацией. «Я могу много минут выкладывать пальчики новорожденному малышу, чтобы получился идеальный кадр». А потом актриса с наслаждением наблюдает за своими моделями в социальных сетях, как они растут, как меняются. Ну как все происходит? Елене звонит молодая мама, и с ней обговариваются детали. Но порой инициативу проявляют и папы. У меня был такой интересный папа, который сам позвонил и все рассказал, что он хочет, какие цвета, какое, чтобы было ощущение от фотографии. Обычно озвучивают, в каком цвете они хотят видеть своего малыша. Очень многие любят, чтобы у детей были необычные шапочки в виде зверюшек и маленькими игрушками. И чтобы эта фотография была теплой. Особенно для тех, чей малыш родился зимой. Ведь таким образом родители хотят передать ему тепла. Елена готовит огромный чемодан реквизита. Внутри фоны, игрушки, одежда, одеяло, цветочки. «Если это девочки, то там начинается полнейшее ми-ми-ми. Я вообще говорю, что я не фотограф, я какая-то нянька на самом деле». Сейчас, в период пандемии, Елена тоже не сидит на месте. Она готовит персональную фотовыставку «Чувство номер 9». Ее открытие состоится, как только театры вновь распахнут свои двери. С нетерпением ждем. Ну что ж, мы снова в студии. И наша следующая тема – это День оценщиков в России. У нас в гостях Галина Соломонова, директор Межотраслевого центра оценки квалификации. А говорить мы сегодня будем больше, наверное, о квалификации. Правильно? Итак, расскажите про ваш центр оценки квалификации. К какому ведомству он относится? Доброе утро. Наш центр оценки квалификации начал свою работу в 2018 году. Но там было немного квалификаций. Это квалификации офисных специалистов и вспомогательных административных работников. И с прошлого года была проведена очень большая работа. И в этом году наш центр также отраслевым советом по профессиональным квалификациям финансового рынка наделил нас полномочиями по проведению независимой оценки квалификации специалистов финансового рынка. А это очень большой перечень. Это более 90. И надо сказать, что при поддержке Государственного комитета Республики Саха-Якутия по занятости населения и при поддержке руководства Северо-Восточного федерального университета также кроме вот непосредственно нашего центра оценки квалификации на базе СУФУ открыт экзаменационный центр большого центра оценки квалификации отраслевого совета. И там уже более 80 квалификаций, куда, кстати, относятся и квалификации оценщиков. Про независимую оценку, да, квалификации говорят уже достаточно давно, но его как-то еще не ввели. Вот расскажите, почему. Здесь, наверное, ситуация связана с тем, что хотя есть и действует уже федеральный закон о независимой оценке квалификации, и с 1 июля 2019 года вступила в силу статья 11 этого закона, все равно как-то вот работодатели не совсем понимают, что в этом законе ни разу не встречается слово «добровольный». обязательный, да, хотя признается, что независимая оценка квалификации носит добровольный характер, и никто не может заставить человека пройти процедуру профессионального экзамена. Но есть, например, ряд регулируемых профессий, для которых вот внешняя оценка квалификации становится обязательной. Но это вот относится к сфере образования, к сфере медицины, лифтовая отрасль, да. Но тот же самый специалист в оценочной деятельности, профессиональный стандарт, которого вот актуализирован в 2018 году, есть федеральный закон Российской Федерации об оценочной деятельности, и там есть ряд статей, которые устанавливают, что, например, экспертом саморегулируемой организации может стать только работник, который прошел подтверждение квалификации. А кому же необходима вот независимая оценка квалификации, расскажите. Да, вот как я уже сказала, это те регулируемые профессии, да, которые я назвала. Кроме этого, это такие профессии, как главный бухгалтер, профессиональный стандарт, которого актуализирован вот в 2019 году, и там повысился ряд требований, в том числе и необходимость подтверждения своей квалификации. И напоследок расскажите, как сделать так, чтобы и работодателю, и работнику оправдать вот эту вот переквалификацию. Здесь, знаете, вот мне кажется, что национальная система профессиональных квалификаций России, да, это и независимая оценка квалификаций, которая является ее неотъемлемой частью, это как раз тот инструмент, при помощи которого вот сейчас работодатели, представляющие рынок труда и систему образования, они начали договариваться. То есть вот мы в 2020 году провели сопряжение ГИА, демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills и независимой оценки квалификаций. И у нас 26 ребят получили сертификаты признания. В 2021 году уже запланировано участие более 200 ребят. То есть это студенты финансово-экономического колледжа, гуманитарного колледжа и ФИИ, СВФУ, которые вот уже подали заявку. Ну что ж, Галина, большое спасибо. Мне кажется, благодаря вашей работе будут еще больше профессионалов, на самом деле, да, в нашей республике. Спасибо вам, что пришли к нам гости и поделились такой полезной информацией. Ну что ж, мы прерываемся на рекламу. Не приключайтесь, дальше еще интереснее. Субтитры создавал DimaTorzok Пришло время платить налоги? Не теряйте время в очередях. Скачайте приложение Налоги.фм Проверьте в личном кабинете перечень имущества и уплатите налоги из дома. Срок уплаты имущественных налогов не позднее 1 декабря. Дорогие телезрители, еще раз доброе утро. Мы хотим вам рассказать немного новостей, а в этом поможет нам наши коллеги из информационной службы новостей. Утренний эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Мехедов. Здравствуйте. На выплаты медикам за борьбу с COVID-19 выделят 10 миллиардов рублей. В проекте распоряжения правительства России поясняют, что средства предусмотрены на осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам медорганизаций, оказывающим помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с этим диагнозом. Ранее сообщалось, что выплаты всем работникам, которые оказывают помощь больным коронавирусам, продлены до конца следующего года. Также в проекте распоряжения правительства указан средний размер выплаты за рождение первенца. В среднем по России в текущем году это 11 882 рубля в месяц. Средства получили свыше 900 тысяч семей. Всего на выплаты за рождение первенца в федеральном бюджете на этот год предусмотрено порядка 126 миллиардов. Кроме того, Роструд будет автоматически контролировать выплаты на первенства в регионах. Напомним, средства выплачивают до достижения ребенком трехлетнего возраста. Размер данной выплаты равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в конкретном регионе за второй квартал предшествующего года. Пенсионерам с Крайнего Севера могут расширить возможности отдыха. Пожилые люди смогут получить компенсацию расходов на оплату стоимости проезда по России к месту отдыха и обратно. Законопроект об этом планируют обсудить перед вторым чтением в Госдуме. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией законопроекта, будет осуществляться за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда России на указанные цели. Федеральное агентство по недропользованию назначило на 19 января три аукциона по нефтегазовым участкам, расположенным в республике. Совокупные прогнозные ресурсы и месторождения только по газу составляют 350 миллиардов кубометров, отмечается в сообщении. Так, ресурсный потенциал участка Северный, расположенного на территории Жиганского, Кобяйского, Вилюйского и Верхневилюйского районов республики, порядка 170 миллиардов кубометров газа. Южный участок с прогнозными ресурсами более 170 миллиардов кубометров газа находится на территориях двух районов – Вилюйского и Верхневилюйского, а на участке в Усть-Майском районе локализовано 3 миллиона тонн нефти. Лицензии на изучение, разведку и добычу сырья по всем участкам выдаются на 25 лет. А весной планируют провести повторный мониторинг численности белых медведей на севере Якутии. Напомним, в середине октября в Нижнеколымском районе проведен первый авиамониторинг популяции белых медведей на территории заповедника Медвежьи острова. За время облета зафиксированы 22 взрослых медведя. Таким образом, с 2005 года численность популяции не изменилась, отмечают в Институте биологических проблем криолит-зоны. Поэтому этому способствует режим охраны, введенный ранее в отношении популяции. Мониторинг планируют повторить весной, чтобы проверить рождаемость и провести учет берлог. Сегодня в Якутии в восьмой раз стартовала акция Stop Vich Speed. В текущем году акция приурочена ко Всемирному дню борьбы со СПИДом и продлится до 1 декабря. Главная задача акции – донести до каждого правильную и полную информацию об основных мерах профилактики заболевания, методах своевременной диагностики, инфицирования и последствиях в случае его развития. Нам важно, чтобы не только среди населения поднять, а то, что в группе риска находятся все. Даже сам путь передачи говорит о том, что в группе риска все. И как и медицинские, получается, фактор, он не исключение. Мы не можем гарантировать в республике сказать, что у нас-то этого не будет. Или кто-то может сказать, что я-то этим не вон, партнер его или ее и так далее вполне может. Поэтому лучше знать свой ВИЧ-статус и спокойно, как говорится, жить дальше. Мы следим за развитием событий. Берегите себя, а не забывайте носить маску. Удачного дня! Ну что ж, большое спасибо еще раз нашим коллегам из информационной службы новостей. Мы идем далее. У нас одно коротенькое, очень лаконичное поздравление. Эрчим, поздравляем с днем рождения! Саргалана! Вот, собственно, и все. А мы присоединяемся к этому поздравлению. Что ж, наша следующая тема для разговора «Зима начинается с Якутии». И у нас в гостях Анна Коженкина, главный специалист Центра культурно-массовых проектов управления культурой и духовного развития города Якутска. Доброе утро! Доброе утро, Максим! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Ну что ж, расскажите, да, какие основные конкурсы проводит управление культурой в рамках «Зимы начинается в Якутии»? Ну, как мы помним, «Зима начинается с Якутии» всегда отмечалась очень масштабно, широко, да, очень многогранный фестиваль у нас проходил. Но в этом году в связи с ситуацией все мероприятия у нас перешли на дистанционный формат. И, естественно, объявлено множество конкурсов, не только нами, но и очень много организаций, которые проводят, да, конкурсы. У нас три основных конкурса, которые бы я хотела сегодня рассказать. Это у нас конкурс «Страганина-2020». Это конкурс национальных, ну, не национальных, а блюд из страганина, из замороженной рыбы. Участникам необходимо предоставить фотографии. Фотографии блюда, два блюда из замороженной рыбы. Сделать красивую композицию, сфотографировать и вот прислать организаторам. А сроки какие вот эти вот? Сроки конкурсов у нас 16-го стартовали все три конкурса. И завершаются, прием заявок завершается 29 ноября в 12 часов. И далее уже работа жюри будет, естественно, да. И вот помимо страганина у нас еще и проходит вот конкурс, видите на экране, да, конкурс «Тойон-Балык». Это на самую большую рыбу Якутии. Четыре номинации. Таймень, чир, налим и… Ой, забыла один. Омуль или что-нибудь? Нет, ну, в основном такие крупные рыбы, да, вот кроме карася, получается, участников достаточно. Возможно, Нельма, да? Вот, как раз Нельма, да, забыла название. И здесь особенность в том, что вот видите, на фотографиях надо обязательно сфотографировать рыбу, чтобы вот сантиметровка была видна, длина, высота рыбы, да, так как формат у нас дистанционный, мы вживую не сможем. А им не надо отправить эти рыбы вам? Нет, рыбы нам не надо отправить. Чтобы вы наглядно посмотрели и съели. Было бы, конечно, хорошо, если бы все нам отправляли, да. Да, и пригласили бы меня. Но этот конкурс народный, почему? Потому что он всегда проходил во время страганина. И, к сожалению, к этому конкурсу могли участвовать только те, кто вот присутствует, да, у нас в Якутске. А сейчас вот с дистанционным форматом у нас география, естественно, расширяется. И могут участвовать вот не только вся республика, но и желающие, у которых есть эта рыба. Ну, то есть давайте перейдем к теме географии. Насколько расширена она сейчас у вас? Ну, на данный момент у нас заявки поступают пока только с республики. Усиянский, Верхневилюйский, Аллаиховский улус есть на нашем конкурсе, да. И совершенно новый в этом году дистанционный формат нам дал возможность еще на один конкурс. Конкурс ледовых скульптур и снежных скульптур. То есть здесь могут участвовать не профессиональные мастера, а те, которые, ну вот любители, вот видите на экране, да. Те, которые с любовью украшают свои участки, да, возле дома, для детей, для своих внуков, вот в основном украшают. И вот композиционно они должны выполнить скульптуру или из снега, или же из льда. Анна, расскажите, а какие же призы ожидается? О, призы. Так, призы у нас, можно сказать, шикарные. Вот на конкурсе Страганина у нас будут подарки из магазина Камелек национальной посуды, да. Также Сахаболт будет призы. И на конкурс Страганина у нас подарочные сертификаты от магазина Байяной Центр. И вот по каждой номинации, еще хочу сказать, по каждой номинации вот Тайон Балык одно призовое место будет. И значит вот на виртуальный холод, это конкурс композиции у нас подарочные сертификаты от магазина Мир Инструментов. И хочу еще раз оговориться, что именно вот на этом конкурсе, на нашем новом, да, как я уже говорила, ледовые и снежные будут оцениваться отдельно. В ледовом конкурсе скажу, что призовой фонд первого места составляет 14 тысяч сертификат, да, а на снежные фигуры у нас первое место возьмет сертификат на сумму 9 тысяч. Отлично, я думаю. И помимо этого у нас еще есть, во всех конкурсах есть по лайкам будет награждение, и вот по отдельных конкурсах есть еще и поощрительные. Да, и в конце хотелось бы узнать о положении, где ознакомиться, где как участвовать, вот, и, конечно же, лицезреть, смотреть, лайкать и тому подобное. Ага. Значит, все положения конкурсов у нас размещены на нашем сайте Управления культуры, то есть сайт у нас www.kultura14.ru. Там все конкурсы у нас, положения имеются, и помимо этого у нас инстаграм-страница, на которой проводится весь конкурс, это Управление нижней черточкой культуры, черточкой якутской. Там все и участники есть, и вот сюда можно лайкать. Хорошо, Анна. Большое спасибо за информацию, очень интересная информация, обязательно участвуйте, дорогие телезрители, и, возможно, выиграете суперкрутые призы. Что ж, мы идем далее, и у нас один сюжет Дианы Ивановой из Сунтаров вместе с дочкой Юлианой, они делают гирлянду. Посмотрим. Всем привет! Меня зовут Юлианна, я ученица 7-го А-класса Сунтарково-Политехнического лицея. Моя мама зовут Диана Вячеславовна, и сегодня мы будем делать украшения для дома. Гирлянду, в данном случае гирлянду, вот такую красоту двустороннюю. Так, ну начинаем, да? Уже начали мы. Для этого нам понадобятся вот такие заранее подготовленные из ЖВП фигурки, да? Триукольные. Еще желтовая березка, чтобы соединить наши плашки. Вот такие деревянные бусинки для декора. Они продаются у нас в Сунтаре-Докодельнице, да? Или можно приобрести в любом магазине, где, ну, продаются вещи для рукодельников. Так, конечно же, глянцевая краска, акриловая у нас, вот, в данном случае у нас деколат. Для нанесения росписи я рекомендую кисточки синтетические, потому что эти кисточки, они очень послушные, и роспись аккуратно ложится. Ну вот, например, вот, Юлия, она уже начала, сначала мы наносим вам карандашом наш рисунок, и потом уже с помощью кисточки и акриловой краски наносим наш рисунок. В данном случае наша краска глянцевая, поэтому она не будет перебираться. Вот, 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 так. Мы будем окрашать ее в двух сторон. И будем соединять вот этой березкой. Ну, так вот, этот флажок. Соединяем и между ними добавляем до сунду. Вот этот флажок мы еще добавили в такую письмо. И приклеили до им пистолета. С этой стороны тоже так хорошо смотрится. И вот с этой стороны точно. Эта сторона у нас серого оттенка. А вот эта сторона у нас уже коричневого оттенка. Ну вот, ждем, когда наша работа будет готова. Посмотрим. Мы работаем над гирляндой, и вот, что у нас получилось. Та-дам! Она у нас двухсторонняя. Тоже можно менять по настроению. Пока-пока! Новый год, праздник волшебства и сказки. Наши товары создадут праздничную атмосферу. Волшебство приходит вместе с Азбука. Черная пятница в Бичик. Скидки до 60% при заказе на сайте bitchik.ru. Скидки до 40% во всех магазинах. Подробности о других акциях узнавайте на инстаграм-странице bitchik.ru. Хлебопекарня «Партизан» ведет свою деятельность. С 2007 года. Свежий хлеб, торты, рулеты, пирожные стали визитной карточкой предприятия. Добрые традиции прошлого бережно с теплотой перенесены в рецептуры сегодняшней продукции. Главным остаются традиционные способы производства изделий, старинные рецепты и уважительные отношения к продукции. Когда приезжаю в деревню, всегда покупаю партизанский хлеб, потому что он самый вкусный. Как же бывает приятно усесться за просмотром какого-нибудь классного фильма? А какие примеры нас ожидают? Смотрим прямо сейчас. У каждого ребенка есть фея, рожденная именно для него. Смотрите сегодня в кинотеатре «Лена» премьеру приключенческого семейного фэнтези «Питер Пен и Алиса в стране чудес». Удивительно, но прежде чем Алиса отправилась в страну чудес, а Питер стал Пеном, они были братом и сестрой. Их легендарные приключения начались благодаря силе воображения унаследованного от любящей матери и фантазера отца. С какими бы испытаниями не сталкивалась их семья, они никогда не забывали мечтать. Безумный шляпник и красная королева, фея Динь-Динь и капитан Крюк. Волшебство поджидает за каждым углом. Нужно только суметь его увидеть. Никогда не время. Питер? Вот увидишь! Питер Пен и Алиса в стране чудес. Тропический остров, свадьба друзей, частный самолет. Все складывалось как нельзя лучше для Сары и Джексона, пока у пилота не случился сердечный приступ прямо в небе. Одни на большой высоте, без связи, а главное без понятия, как посадить самолет. Вокруг только небо и штормовое. Кэрол, я технологический суперинтеллект. С Кэрол Питерс никогда не происходит ничего экстраординарного. Поэтому, когда она начинает язвительно говорить со своим телевизором, телефоном и микроволновой печью, она думает, что начинает сходить с ума. На самом деле, первый в мире сверхразум выбрал ее для наблюдения, чтобы на ее примере изучить человечество и решить, что с ним делать дальше. Теперь Кэрол последний шанс человечества выжить. Прежде чем этот искусственный интеллект решит, стоит ли существовать людям или их надо уничтожить. Не хотелось бы. Также мировой кинематограф представит на этой неделе фильм ужасов. Фильм расскажет о студентке-медике, которая пытается вылечить своего брата от смертельной болезни сна, называемой фатальной семейной бессонницей, когда вы не можете спать, пока не умрете. При этом обнаруживается более зловещая причина этого состояния. Лучшая соблистка мира Александра Покровская знаменита, богата и счастлива. Чтобы войти в историю, ей остается сделать последний шаг – взять олимпийское золото. Но путь ей преграждает 19-летняя Кира Егорова, девушка из провинции, в одночасье покорившая Москву. Начинается отчаянная схватка не только на турнирах, но и в жизни. Обе одержимы и, кажется, остановить их не может ничто. Весь мир, затаив дыхание, наблюдает за сверканием их острых клинков. И все очевиднее – эта яростная борьба зашла уже слишком далеко. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Ну что ж, у нас последний гость и очень интересный на тему творчества и ТикТок. В гостях у нас Алексей Адамов, музыкант, артист-оркестер Государственного театра оперы и балета нашей Республики. Алексей, доброе утро. Доброе утро всем. Ну что ж, Алексей, да, сейчас очень много внимания, да, приковано к твоей персоне. Расскажи немного о себе. Меня зовут Алексей Адамов, мне 20 лет, я из Верхневолюйского района, село Намце. Я являюсь музыкантом высшей школы музыки, а также занимаюсь творчеством, пою и так далее. Расскажи, где ты работаешь? Я работаю в театре оперы и балета артистом оркестра на инструменте «Фагот». Классно. Когда ты начал петь, расскажи, вот первые твои попытки, не знаю, учения. Петь я начал с детства, а вообще вот в подростковом периоде у меня сломался голос, и мне очень долго восстанавливалось. И теперь я могу спокойно контролировать своим голосом, и уже людям нравится слышать мой голос. Да, это, ну... То есть шли годы. Конечно, это и плюс харизма-то так же. Кто тебя обучал пению? Ну, я профессионально никогда не занимался, но в детском садике у меня вот Анна Сергеевна учила, в школе вот Анастасия Алексеевна, и потом все, самостоятельно. Когда ты зарегистрировался в Инстаграм и ТикТок? Ну, в Инстаграме я уже сижу давно, где-то с 13-го года, наверное. И с того же года ты начал выкладывать, да? Ну, примерно. Вот где-то с 15-го, наверное, уже. Когда ролики были 15-секундными, я уже начал петь. Прикольно. А потом в ТикТоке я зарегистрировался в этом году только вот, в конце марта, и уже за полгода я собрал 513 тысяч подписчиков. Это просто суперские цифры. И скажи, вот если забегая назад, да, в Инстаграм, первые твои успешные видео помнишь, ну, которые набрали больше всего лайков? Ну, они особо не были популярными. То есть их репостили в какие-нибудь группы и так далее. Ну, прям такое, что ажиотажа такого не было. Ну, в ТикТоке все гораздо по-другому, и это даже хорошо. Ну, как раз такие телезрители смотрят интеграцию рекламы в ТикТок. Расскажи, как ты туда попал? Ну, вот в сентябре меня позвали туда. Ну, так как я являюсь участником программы развития талантов в самом ТикТоке, я уже был знаком с разработчиками, и то есть они напрямую вышли на меня, и я с удовольствием согласился. Ну, вначале, конечно, были проблемы, то что я должен был улететь на гастроли с оркестром Башмета. Вот я улетел туда, и они сказали ближе к дате, надеюсь, посотрудничаем и позовем вас в студию. Так получилось, что за три дня до съемок мне написали, выяснили дату, время, и я приехал, и вот прикольно получилось. Да, получилось просто замечательно. Ну, что ж, мы вчера в Инстаграме сделали опрос, какую песню Алексей нам споет. Там были четыре варианта, и один из них был правильный, соответственно. Ну, и, кстати говоря, подписчики выбрали эту песню больше всех. Давайте послушаем эту песню. А песня «Flow»? А песня «Львын»! ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, дорогие телезрители, а мы прощаемся. Я здесь, в студии, остаюсь слушать эту прекрасную песню. Желаю вам отличного дня. До встречи. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА 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 ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА